здравствуйте друзья с вами светлана короткая сегодня я хочу показать вам вот такие необычные плоды это называется лагинария она уже высохла вырастила я ее еще года три назад эту лагинарию по-другому еще называют бутылочная тыква а у нас на кубани и и называют кубышка внутри она абсолютно полая очень жесткая у нее кора когда растет она как кабачок в ней очень много жидкости влаги поэтому ее очень долго потом приходится высушивать вот эти плоды я уже отмыла очистила а вот этим не только предстоит отмывать потому что когда она сохнет очень много вот этой жидкости выделяется и прям потеки такие идут по ней я еще хотела вам показать вот такую лагинарию я даже не знаю как ее лучше вам показать потому что в длину она метр десять есть вот еще чуть чуть поменьше покороче а разновидности их очень много есть разновидности такие как гусь в яблоках лебеди бутылочная лагинария есть такие которые напоминают матрешку вот эти кубышечки для меня было очень трудно вырастить потому что что-то им все время мешало ту муравьи заедали потому что у них выделялся сладкий сок то они очень любят влагу есть моменты которые вызывают сложности почти полмесяца прорастает семечка первый раз когда я посеяла прошло полмесяца и я не увидела всхода я взяла и просто туда другие семена посадила а потом оказалось что вылезла это кубышка у меня заодно и другие семена вылезли уже не помню что туда сажала но для меня в работе она сложна тем что здесь без инструментов с ней ничего не сделаешь у меня сейчас заказали сделать задекупаженные домики для птиц и мне вот придется сейчас сына просить чтобы он здесь вырезал инструментами отверстие очень жесткая семена в них остались еще они как раз дозревшие и как раз будет возможность их посеять вообще семена продаются в любом магазине где продают семена называется лагинария единственное что очень много у нее сортов как отмывать отмывать придется замачивать и прям металлической мочалкой вот это все нужно будет счищать вот до такого состояния на ней делать можно выжигание высверливают различные орнаменты делают светильники декупаж здесь получается красивый а вообще издревле из нее делали посуду единственное там нужно будет внутренность очень хорошо вычищать потому что вот эта высохшая мякоть она там как пленочки труха вот это все приросшая к стенкам что из длинной даже не представляю что я из нее буду делать хорошо что я фотографировала как они растут и у меня сейчас есть возможность показать вам это все фотографиях сын просверлил в них отверстия разные как я его просила собрала семена друзья буду называть кубышки по-нашему мне так привычнее кубышек вот такие семена это будут домики с птичками я буду сейчас все закрашивать белой акриловой краской на кубышках как я сказала можно и выжигание и роспись делать декупаж и можно специальным станком гравируют вот как правильно все все подбирала это слово гравируют я же беру белую акриловую краску и загрунтовые может быть придется два слоя делать проделывают все то же самое со всеми кубышками слегка ошкурить наждачной бумагой неровности которые создала краска а теперь поговорим о том чем мы будем делать декупаж декупаж можно делать салфетками распечатками любыми картинками которые вы найдете красивые в журнале открытки да вообще что угодно я сегодня буду делать классический декупаж салфетками и рисунки буду искать с птичками дело такие домики еще с белочками поэтому буду брать вообще разные салфеточки вот такую салфетку многие знают нужны будут салфетки с листвой потому что посадить одну птичку это будет неинтересно хотя можно что-то и дорисовать бабочки стрекозки классический декупаж это когда мы приклеиваем салфетку на специальный раствор клей пва с водичкой примерно в равных пропорциях берем но воды немножко больше друзья этот раствор может храниться долго кисточку я беру тоже мягкую теперь берем какой-нибудь мотив птичку вырываем если будем вырезать то мы какие-то элементы очень мелкие не сможем вырезать и вообще будет видно что она приклеена отдельно ну вот наверное вот сюда я приклею ее каплю посрединочки и лучиками растягиваю во все стороны распределяю вот эти все складочки если у меня образовалось много складок я приподнимаю и укладываю только не тянуть салфетку если мы что-то поправляем пальчиками то обязательно они должны быть смочены в растворе чем хороши салфетки тем что на любую изогнутую поверхность легко вы все приклеить и теперь я беру сухую салфеточку или в туалетную бумагу и только сухими местами вот так все про должна промокнуть и в это время даже незначительные складочки то если они образовались они все у нас разглаживаются теперь нужно все это конечно дополнить траву цветы можно совмещать рисунки из разных салфеток вот вначале я родную салфетку посмотрю что здесь интересного конечно сейчас картинки будут все сами по себе разобщены потом это все будем объединять в одну картину в более круглых местах у меня конечно здесь появятся складочки если они мне не понравится их смогу удалить наждачной бумагой после полного высыхания и покрытия лаком но бывает так что мастера иногда делают специально складочки оставляют то есть такой вариант тоже допустим и иногда это смотрится в работах очень красиво в нашем деле то есть декупаж и самое главное не перегрузить работу если мы планируем что птица это будет главный герой то она должна быть более ярко выражена даже если она будет малюсенькая но она должна быть видна более четко более ярко чем остальные все детали поэтому сейчас я эту работу оставляю на просушку потом будем уже добавлять фон и добавлять какие-то элементы может быть уже красками кисточками сейчас меня в руках вот такая яркая салфеточка тоже вырываю этих птичек чтобы я здесь даже посоветовала не знаю придется все равно все до подрисовывать не люблю я вырезанные детали придется подрывать надрывать салфеточку в нескольких местах чтобы она у меня улеглась а что-то придется здесь убирать даже вот примерно таким образом сейчас я приклею чем крупнее фрагмент тем труднее приклеивать для новичков может быть это будет сложно сделать еще и на неровной поверхности если долго салфеточку растягивать она может порваться друзья сейчас покажу вам что получилось у меня потому что я каждую кубышечку сделала по-своему здесь я использовала две салфетки просто мне нужно было заполнить вот это поле чем-то чем-то похожим здесь две салфетки вот здесь использовала целых три салфетки из более такая осенняя тема получилась поэтому брала вырывала какие-то мотивы вот из этой салфеточки здесь три салфетки использовались тоже часть отсюда брала вот такая интересная салфетка впервые ее использую она как раз сюда вот мне очень и по цветовой гамме подошла и как осенний такой фон а вот это у меня получилось вот такая яркая сочная зеленая прям летняя добавила немножко здесь плюща по цветовой гамме очень подошли а дальше придется конечно все это дорабатывать мне нужно будет сделать такой светлый светлый фон вот у меня остатки коричневого остались я сюда добавлю белый цвет и если он все равно будет еще коричневатый добавлю лимонного краски использую акриловые с добавлением колера для таких больших работ в художественном магазине покупать это очень дорого краски уходит обычно много мне этот цвет очень понравился ничего больше сюда добавлять не буду сейчас возьму губку и губкой буду проходить все вот эти открытые места обратите внимание что цвет фона на салфетке и цвет который я сделала не совсем совпадает а мне этого и не надо и я сильно не старалась делать точно такой цвет просто когда я дохожу сюда до фона на салфеточки я плавно перехожу и на нее прям захожу на салфетку но самое главное я забыла сказать что салфетка у меня покрыта одним слоем акрилового лака и поэтому если мне что-то не понравится я возьму мокрую влажную салфеточку и могу здесь удалить точно так же здесь я тоже перехожу прям на вот этот голубой фон вот фактически его полностью закрываю он меня будет виден только где-то между цветочками кое-где работая губкой губка создает вот такие вот пузырьки на окраске получается своеобразная такая фактура кому-то она нравится кому-то нет в итоге можно будет пошкурить наждачкой можно так оставить но кто хочет совершенно гладкую работу лучше брать не губку а специальный спонжик который не создает такой эффект или взять кисточку и просто покрасить все кисточкой а теперь я возьму кисточку она должна быть не сильно мягкая и не сильно большая потому что я хочу кое-где зайти поближе к рисунку а может быть даже в самом рисунке убрать лишний голубой оттенок и сделать главный переход вбивающими можно сказать движениями но вот смотрите еще мокрая а уже все так объединяется потихонечку а что же я буду делать здесь ну честно говоря еще особо не придумала думаю что основной фон я возьму ближе к салатовому только светлый светлый но вначале все-таки я дорисую клюв легонечко я добавляю вот коричневой красочкой клюв добавила мне кажется этого будет достаточно колер беру цвет хаки взбалтываем хорошо потому что часто там сгустком образуется сгусток на дне где-то пройдусь и по листикам заглушу их вот здесь зайду на картинку на салфетку с попугаями приглушу вот их вот эти джунгли здесь очень сложный сложный фон потому что очень много цвета было на этой салфетке поэтому мне приходится фактически заходить и перекрашивать друзья если у вас в итоге получится сильно яркий фон я сейчас покажу вам как его можно исправить для этого мы берем белую акриловую краску и акриловый лак чтобы краска у меня белая стала полупрозрачной также можно губкой можно кисточкой осветлить те места которые вам показалось что очень затемнены сейчас кажется что это сильно белая получилось у меня но когда высохнет вы заметите что она будет слегка-слегка иметь белый такой налет кстати так можно пройти какими-то участками неоднородные такой более сложный фон друзья подсохла краска я прошлась наждачкой только по краске сильно на салфетку не заходила потому что она покрыта только одним слоем лака а вот красочку немного выровняла сейчас мне нужно будет немножечко подрисовать вот этих птичек видите я за зашла прям на них краской темно-зеленый цвет делаю не сплошной линии зеленым а вот как перушки такими черточками головы у нас уже более-менее видны и по телу пройдусь коричневым темно-коричневым вот так более ярко теперь они выражены нашла у себя столько интересных трафаретов смотрите у кого нет салфеток с птичками возьмите вырежьте трафарет вот вам птички может у кого-то есть трафарет уже с готовыми птичками добавочные листики вот не нашли вы подходящих салфеток у меня есть вот такой трафарет вот мне он очень понравился очень его хотела выписать на алиэкспресс то он пришел мне порватый помятый но я все равно им пользуюсь может быть какие-то веточки рябины не берем целый трафарет а берем какой-то фрагмент элемент из него все все это можно использовать буду сейчас сюда добавлять листики осенние приближенно думаю это все будет если смешать будет очень близко к осенним таким то нам зеленый на один край немножко красного цвета оранжевого желтого и вот так их разбиваю фактически сухой губкой мне сейчас нужно просто немножко заполнить пространство конечно где я вышла это не очень хорошо поторопилась мне не видно у меня работа не защищена лаком поэтому что-то пошло не так лучше сразу убрать краска у нас хорошо высохла нижний слой все хорошо удаляется вот так я могу любыми листиками заполнить пространство причем я могу брать не по одному листику а сразу несколько делать просто очень-очень уж неудобная поверхность здесь можно взять кисточку и сделать более тонкие подрисовки можно сделать черточки виде травки усложнять я здесь конечно ничего не буду сложно подбирать цвет поэтому сильно много ничего не делаем я здесь только добавила вот такие веточки теперь нам конечно нужно будет придумать сюда вставить какую-то палочку можно взять карандаш веточку и обязательно всю работу нужно будет покрыть лаком вначале покрываем акриловым лаком а потом я покрою все аэрозольным автомобильным лаком потому что я подразумеваю что эти работы будут может быть висеть на улице на дереве друзья предлагаю посмотреть итог работы который у меня получился сходила в магазин и купила еще вот такие сорта лагинарии вот здесь три вида и только три семечки даже не знаю получится не получится будем надеяться что что-то вырастет написано 1 грамм но написано было тыква декоративная то есть я ее нашла только в разделе где тыква а на обороте написано посудовидная тыква или лагинария попробую еще вот такие тыквы повыращивать друзья а я на сегодня с вами прощаюсь не забудьте поставить лайк если вам было интересно подписывайтесь на мой канал благодарю за просмотр до новых встреч не забудьте поставить лайк